В прошлом году я болела, конечно, ну, по телевизору смотрела. Болеть за наших захватывающе, но куда как веселее играть самим. Шестилетняя Злата Уварова обводит конусы играючи. Еще в апреле с мальчишками начала гонять мяч. Бьет по воротам, как Игнашевич. Очень хочет когда-нибудь папу и бабушку переиграть. Футбольно у бабушки быстро играли, у бабушки футбольные ноги, больно. Мне тоже, конечно, больно, вот. Ну, она меня забивает, я ей больше забиваю голову. И папа мне один раз, он очень долго мне забивает. Я бабушке плюс забила 11, а он меня, а вот сделал так, чтобы бабушка, чтобы меня догнала. Ну, не честно же. Абсолютно честно под взором тренера пасы отыгрывают две группы детсадовцев. Для ребят петилья занятия идут 20 минут. Шестилетки тренируются 25. Мяч у тех и других специальный, детский. Небольшой и мягкий, но и обычный теперь есть у всех. Во дворах они все играют. Сейчас особенно там кто-то приходит, вот мне мама там мяч подарила, хвастается. Там во дворах пинают мячи. Приходят, например, вот у меня там вчера получилось то-то, то-то, как вы там показывали. Это круто, очень-очень рад. Радует физическая подготовка, быстрота и даже внимательность. Глядя в глаза тренеру, спортсмен должен пасовать и перехватывать мяч. Так занимаются профессиональные футболисты, на них тратят миллионы. Занятия в саду стоят 120 рублей. Сначала записалось 12 или 15 ребятишек, но понимаете, с каким удовольствием они после этих занятий бежали в группу и рассказывали всем, рассказывали родителям. И у девчонок больше или внимания, или то, что там тренер мужчина все-таки, какой-то стимул. Они слушают беспрекословно, выполняют даже лучше некоторые, чем мальчишки. Заниматься футболом смогут и девчонки, и мальчишки других детсадов. С нового учебного года пилотные занятия запустят еще в трех доу.